Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов. Восьминог бесконечности. Сегодня мы с вами обсудим такой феномен, как Игра Престолов. Ну и попробуем, в общем-то, соотнести популярность Игры Престолов с темой относительности человеческого вкуса на примере одного модного сериала. Да, пожалуй, следует начать с того, что сериал лично мне показался в целом довольно-таки средним. Да, он довольно посредственный, довольно скучный, действие там развивается крайне долго. Но он при этом стал популярным среди широкой аудитории, что довольно-таки странно, потому что обычно такие произведения не становятся популярными среди широкой аудитории. А, собственно, книжки самого Мартина, они такие же и даже еще в более степени скучные. Это вам не насыщенные диалогами, шутками, сражениями мир Сапковского. Более того, у Мартина там не фантастика практически, не в какой-то там стиле, у него очень мало фантастики. Мартина нам представляет некое средневековье, некий средневековый роман, но при этом с вымышленными персонажами. Вымышленными персонажами и вымышленными местами. Путь о мистике, какой-то магии вы в сериале найдете, ну, самую малость, на самом деле. Это не мир пронизанной магией, это не мир пронизанной какими-то чудесами, это не мир, в котором существует большое количество разных рас. И даже самый главный злодей, который, казалось бы, реально самый главный из всех, ну, то есть, вот этот вот синий мужик, который оживляет, да, мертвых, вот этот некромант, ну, тоже банальный такой образ, он выступает как совершенно мимолетное препятствие для героев. Ну, да, драконы, ну, драконы и драконы себе, все, три дракона было, два, два стало, и потом остался один. Замечательно, прекрасно. То есть, фантастики очень мало, это не мир пронизанной фантастикой, это не мир пронизанной какими-то интересными, очень интересными событиями. Событий интересных там очень-очень мало, как таковых. Давайте, перед тем, как мы, в общем-то, доберемся до каких-то сущностных выводов, просто рад посмотрим видео, посвященное Игре Престолов, ну, я прокомментирую его, прокомментирую его, и в этом видео будет пересказ. Ну, чтобы не быть голословным совсем уж, давайте. Осторожно, спойлеры. Лорд Винтерфелла и хранитель севера Нед Старк получает от короля Роберта Бораттова на предложение стать его новой десницей, то есть правой рукой и главным советником. Вот-вот пока до этого момента доходит, проходит очень долго времени. А сейчас следует заметить, что даже повествование, вот этот вот сокращенный пересказ за 15 минут, он не показывает ничего, собственно, не показывает всей вот этой вот глубины, скуки, которые могут вызывать и первый сезон, и второй сезон, вплоть до третьего, до конца третьего сезона. Действительно, сериал очень долгий, очень затянутый в этом смысле. Именно очень медленный темп у него. Джон Аарен, предыдущая десница, внезапно скончался от лихорадки. На самом деле его отравили, что совпало с тайным расследованием отношений между королевой Серсеей и ее родным братом Джейми Ланнистером. Чтобы сохранить свою тайну, эти любовники готовы убивать. В чем убедился один из сыновей Неда, Бран Старк, хоть и выжил. Нед Старк, не осознавая до конца, во что ввязывается, принимает предложение короля и отправляется на юг, с дочерьми Арии и Сансой. Последний предстоит выйти замуж за наследника престола Джофри. Бастард Неда Джон Сноу решает присоединить... Причем, вот уже скучно, по-моему, уже само описание. Скучные события здесь довольно-таки такие обыкновенные, так скажем. С самого начала обыкновенного. Какой он молодой был, я уже забыл, как он выглядел в молодости. Да, интересно. Ну ладно. Неплохо. В целом, сериал не скатывается до какого-то абсурда, до какого-то абсолютного дна. Это просто хороший такой средний сериал, с очень медленным темпом, с диалогами, многие из которых можно было бы для интереса просто срезать, честно говоря. Сериал очень затянут в этом смысле. Да, затравка с белыми ходоками, она более-менее интересная, действительно. Ну, то есть интересно, что за белые ходоки, что они делают, как они... Зачем они вообще нужны, зачем они наступают, почему они представляют большую опасность, да. Почему? Понятно, что они убивают людей. Но зачем им вот это вот все? Непонятно. Ну, это на протяжении всего сериала развиваться практически не будет. Вот вам пример того, как одна из самых интересных интриг всего сериала, она развиваться не будет почти никак, и в финале сольют самого главного вот этого мистического злодея. ...в которых, впрочем, мало кто верит. Вскоре после прибытия в столицу, Нед оказывается в эпицентре интриг, король... Да, и больше всего времени занимают вот эти вот эпицентры интриг, короли, беседы с королями, десницами и так далее, так далее, так далее. Там проститутки всякие, все такое, разговоры, 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 разговоры. Не всегда плохие разговоры. Правда, многие персонажи довольно-таки глупые, честно признаем. Но есть интересные персонажи вроде Тириона, которые спасают сериал. Есть просто интересные, сумасшедшие персонажи вроде Джоффри. То есть сериал не нулевой. Абсолютно не нулевой. Я не говорю, что он ужасен, но... Ну, смотрите. Погибает на охоте, а незаконно рожденный жених-психопат Сансы садится на железный трон. Четные попытки Неда вывести Ланнистеров на чистую воду заканчиваются неудачей. Мизинец вот там был на заднем фоне. Он приставил нож к горлу, собственно, Старка, старшего. Он хороший персонаж, интересный, глубокий. Еще второй персонаж есть, и Евнух, который толстый и лысый. Он тоже довольно-таки интересный. Но у них очень мало экранного времени. Очень мало. А главные герои не компенсируют это каким-то... Какими-то своими особенностями. Все Старки, которые являются главными героями, очень скучные. Первое реальное событие, да, за весь сериал. Это вот реально важное первое событие. Казнь Папы Старков, оно действительно вызывает эмоции. Оно действительно вызывает хоть что-то. Хоть что-то, кроме скуки, у читателя, у зрителя, который, ну, беспристрастен ко всему этому. Это вот реально очень важный ключевой момент за весь сериал. Обычно в хорошем сериале, вроде там, сериалы вовсе тяжкие, уже в первой серии уже несколько ключевых таких моментов разбрасываются, которые влияют как-то на зрителя. Здесь это все затянуто. В ответ на казнь главы дома Старка, в Северяне объявляют о своем выходе из Семи Королевств, провозглашая Роба Старка, старшего сына Вейнеда, королем Севера. Да. Его армия уже вовсю бьется с Ланнистерами. И все это скучно, все это бессмысленно сам. Роб Старк – отвратительно скучный персонаж. Особенно в сериале. В книжках я уже не поую. А на востоке, в Эсосе, отделенном от западного континента Вестероса Узким морем, обнаруживается наследник престола из династии, свергнутой Робертом Баратоном. Чтобы отвоевать трон у узурпаторов, Визерис Таргарин отдает свою сестру Дейнейрис в жены кочевнику Кхалу Дрога в обмен на обещание военной помощи. Ну, здесь можно сказать, что картинка красивая в целом. В целом, очень красивая картинка, да. Действительно. Халдрога клевый, хорошо подобран. Но все равно, мне, например, было крайне неинтересно. Дейнейрис становится к Халисе, обретает уверенность в себе и три драконьих яйца. А муж избавляет ее от заносчивого брата. Но вскоре и сам отправляется к братцам, после чего Дейнейрис заходит в огонь и выходит из пепла с драконами. А вот и закончился первый сезон. Два ключевых момента. Смерть Старка, старшего, и драконы. Драконы, драконы, которые появились к концу первого сезона только. Которые будут играть очень маленькую роль в дальнейшем, до последнего сезона, буквально до последних сезонов, даже так лучше сказать. Драконы, это настолько... это фон. Это просто фон. Фэнтези здесь, да, выступает в роли фона определенно. Но дракон появился, ну, пофигу. Маленький. Сезон 2. Старки ведут войну против Ланнистеров. Роб выигрывает одну битву за другой, а разлетающаяся весть о том, что дети королевы Серсея зачаты от Джейми, приводит к тому, что на Железный Трон теперь претендует два брата почившего короля. Ренли и Станис Барателоны. Но Ренли быстро выбывает... Ну, собственно, как видите, основная концепция здесь как раз противостояние в борьбе за Трон. И это очень... Ну, да, довольно средневеково. Я не знаю, зачем здесь вообще фантастика какая-то, зачем вот эта вот тень сзади кого-то убивает, она, по-моему, вообще здесь не нужна. Можно было псевдоисторический сериал снять или просто исторический сделать. Абсолютно такой же уровень был бы всего. Ну, и такой же уровень скуки, между прочим, грубо говоря. ...по этой сгонке его убивает тень Станиса, наколдованная красной жрицей Мелисандрой. Теон Грейджой, выросший вместе со Старками в качестве заложника, которому хорошо относились, предает Роба и возвращается в Винтерфелл с людьми своего мятежного отца, правителя Железных островов. Захватив замок, Теон инсценирует смерть Брана и Рикона, самых младших из детей Старков. На самом деле, мальчики сбежали в лес вместе с Ходором и Одичалой по имени Оша. В бегах и Ария Старк после казни отца она покидает Королевскую гавань и направляется на север. Вот все Старки, они откровенно скучные. Прям вообще слитые персонажи. В ее странствиях ей помогает безликий... Еще один клевый персонаж, хороший, качественный. Если бы весь сериал был посвящен вот этому мужику, то это был бы сериал хороший, действительно. Из Бравоса по имени Якинггар. Он дарит Арии ценную монету. А вообще все, что связано с Арией, скучно, кроме вот этого мужика. И вообще сама Ария довольно-таки скучный персонаж. Но вокруг нее творятся одни из самых интересных и таинственных событий за весь сериал. То есть, да, достойно. Нету и учат полезному в сложных жизнях. Поэтому сериал не плохой, а хороший. Хороший, средний такой, хороший средняк. Качественный, хороший средняк, но звезд, по-моему, не хватает. На ситуациях по ролю. Не знаю, что происходит в столице в целом и с ее дочерьми. В частности, вдова Неда Старка Кейтилен тайно отпускает взятого ранее ее сыном в плен Джейми Ланнистера в обмен на обещание вернуть Сансу и Арию. Тем временем на Королевскую гавань идет флотилия Станиса Баратаона. Кстати, заметьте, за все время ни разу не упомянули Тиреона, да. Тиреон реально мой любимый персонаж из вот этого сериала, потому что он самый умный. До восьмого сезона он самый умный персонаж за всю вообще вот эту вот эпопею. Он практически ни на какие действия не отвечает. Вот пока, в первом-втором сезоне. Он там со шлюхами тусит в основном, еще какой-то ерундой занимается. Ну, многое упустили, многое. Многое скучное главное здесь упустили в этом описании. ...битва, во время которой король Джофри прячется в чертогах. Оборону держит его дядя Тиреон Ланнистер, назначенный десницей. Нелюбимый член семьи, алкоголик, острослов и развратник оказывается неплохим стратегом и применяет супероружие. Дикий огонь. Да, вот, нормально. Ну, нет, события само по себе тоже не очень веселые, честно говоря. Довольно-таки скучная битва, которую Тиреон себя показывает. В критический момент на помощь приходит глава семьи Ланнистера в Тайвен. Ему удалось договориться с могущественным домом Тирелла. Бочти все, что мы видим, это какое-то реально средневековье. Фантастики пока нет. Ну, зеленый огонь. Ну, зеленые огоньки, драконы вместо болезнь, допустим. Ну, и все-все-все такое. Ничего фантастического практически. Весь сезон за морем Дейенерис в надежде вернуться домой и занять железный трон с китаец и теряет и находит своих драконов. Они все еще малы, но уже выучили главную команду. Дракарис. А на севере Джон Сноу участвует в вылазке за стену, влюбляется в пойманную Мадичалу Игрит и попадает в плен к ее соплеменникам. И это все дико скучно. И там, кстати, появляются великаны, которые, опять же, почти никак не повлияют на сюжет. Ну, то есть все фантастическое здесь на сюжет почти не влияет. Драконы немножко. Чтобы втереться к ним в доверие, Сноу вынужден убить соратника по ночному дозору. Отряд его товарищей окружает армию мертвецов под командованием белых ходоков. Вот они, да, белые ходоки. И вот, все. До свидания, белые ходоки. Все, пока, ходоки. Чтобы укрепить Новый Союз и удержать трон, Ланнистеры намерены женить Джофри на Маргаре Тирелл, а Сансу Старк выдают замуж за Тирио. Джейми пытается вернуться домой в компании Бриена и Старта, которая служила сначала. Кстати, вот это вот парочка, путешествие этой парочки довольно-таки примечательное, интересно, да. Особенно то, что у Ланнистера отрубили руку. Руку, да, тоже неплохой момент. Действие появляется местами. Ну, в целом, опять же, ходьба, диалоги, ходьба, диалоги, ходьба, диалоги, ходьба, диалоги. Притом, персонажи сами по себе не очень такие интересные. Все, все довольно серые. Нету смысла вот этой ходьбы, диалогов, нет интереса их слушать. У них нет какой-то глубокой позиции, интересной, чтобы их постоянно выслушивать в течение семи сезонов. А то оно, а потом Кейтлин Старк. По ту сторону стены Джон убеждает лидера одичалых манса-налетчика в том, что готов сражаться на его стороне и все больше влюбляется в игре, нарушая все клятвы ночного дозора. В это время рейд его братьев Ворон оборачивается мятежом. Лорд, командующий ночного дозора, погибает. Уцелевший в заварушке и верный друг Джона Сэмвел Тарли сбегает, чтобы столкнуться в лесах с белым ходоком и убить его, демонстрируя особые свойства оружия из драконьего стекла. Джон снова сбегает от одичалых и возвращается в ночной дозор. За морем Дейенерис продолжает работать над возвращением домой, однако у нее нет войска и нет кораблей. Для начала она решает купить его в ночь. армию безупречных, элитных солдат Евну. Но зачем платить, когда у тебя есть послушные драконы? Дракарис! Да-да-да, сумасшедшая тетка везде ходит, всех сжигает. Ну, нормально. А потом все удивляются, почему в последнем сезоне она внезапно сошла с ума. Она всегда такая была вроде. В конце второго сезона Роб женится на своей возлюбленной Талисе, что нарушает данные в обмен на помощь обещания взять в жены одну из дочерей не самого приятного союзника Уолдера Фрея. Месть Фрея страшна. На красной свадьбе, которая становится эмоциональным пиком сезона... Это эмоциональный пик всего сериала. Это самый лучший момент за весь сериал. Это конец третьего сезона, и это лучший момент за весь сериал. Если бы серия не была названа «Кровавая свадьба», если бы названием не было испорчено вот этот момент, ты просто бы сидел и вот так вот смотрел на него, и такой «Вау!» Вау, ничего себе, как интересно, да. Но, да, название загубило серию, я сразу увидел название, я понял, что их всех убьют, но само действие... По его приказу убивают Роба... Само действие шикарно. ...беременную Талису... Шикарно. ...и Кетеля. Шикарно. Всех Старков к черту вообще, это шикарно. Семья Старков вновь и безглавных. В награду за измену организатор красной свадьбы Тайвин Ланнистер отдает владение Старков их бывшим вассалам, Болтонам. Снова свадьба и снова с летальным исходом. В Королевской гавани женятся Джоффри и Маргарет Тирелл. Вот. Первые три сезона, они вообще довольно-таки пассивные. Все, кульминация в виде свадьбы кровавой, это было реально невероятно. Я сидел со скукой, смотрел почти весь сериал, мне было плевать почти на все. Кровавая свадьба изменила, изменила вообще мою позицию, вообще вывела сериал из довольно-таки посредственных и неинтересных. Хороший, хороший средняк такой, хороший, качественный средняк. Джоффри к радости зрителя сериала выпивает яд. Да, тоже неплохой момент здесь. Дальше пошел уже повеселее, дальше мы видим развитие. Серсея винит в его гибели Тириона. Тот выбирает суд поединка. Ну, понимаете, понимаете, три, 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 три сезона, скукотища, чтобы потом началось движение какое-то. Сам он в нем по понятным причинам не участвует, а его чемпион Оберин Мартелл, харизматичный принц из Дорна, который успел за семь серий влюбить в себя зрителей, теряет в финале схватки бдительность. Приговоренного к смерти Тириона освобождает его брат Джейми, а один из советников королевской семьи мастер. Вот Варис неплохой. Очень мало экранного времени у него, правда, но он интересен. Интриг Варис готов вывести его из Вестероса. Но для начала Тирион мстит тем, кто его предал, в том числе отцу. Нормально, хорошо. Хороший момент из Тириона. Вот дальше пошло что-то интересное, видите? До этого, даже само перечисление тех событий, которые происходили до кровавой свадьбы, ну так, ну воюют, ну что-то делают, убивают. Так, интересно, не лично даже. А тут отца, свою возлюбленную... Список беглецов пополняет и Санса. Ей помогает... Санса, Мизинец тут начинает близнец. Другой королевский советник-интриган, лорд Петер Бейлиш, по прозвищу Мизинец. Он отвозит ее в долину Аарен к нервно-нестабильной тетушке Лизе, вдове того самого Десницы, со смерти которого проблема Старка в сериале начали. Ну, тетка тоже прикольная в целом. Мизинец женится на Лизе, но тут же от нее избавляет. Да, тоже хорошее время. Ну, тут четвертый сезон пошел хорошо. Хорошо, здраво так пошел. Если бы весь сериал был выполнен в духе конца третьего и четвертого сезона, это был бы топовый сериал, вот на мой взгляд. Я бы честно сказал, что да, этот сериал заслуживает нашего внимания, и его стоит, стоит смотреть обязательно. Ария, которую странствия свели с бывшим телохранителем Ланнистеров по прозвищу Пес, случайно встречается с Бриенной Тарт. Та, по заданию Джейми Ланнистера, должна найти сестер Старк и обеспечить их безопасность. Бриена одерживает верх над псом, но Ария бежит от нее и отправляется в Браавос, в чем ей помогают монета и заветный порой. И вот начинается самое интересное уже, собственно, с Арией Старк. Самые интересные моменты, Валар Маргулис, да, и пошло. Излики, вот-вот хорошее, вот-вот все, начинается действие. Три сезона, в общем-то, была, можно сказать, завязка. Завязка к тому, что будет дальше. Лишенные способности ходить после падения с башни в первом сезоне Бранд Старк постепенно обретает способности магические, сталкивается с армией скелетов и находит трехглазого ворона из своих видений. Тоже терпимо, тоже хорошо, тоже, ну, хорошая ветка в итоге развелась. Которым оказывается живущий в дереве Старик. А Дичалый же штурмует Черный замок, что приводит ко множеству жертв, среди которых оказывается и Игрин. Безутешный Джон снова отправляется за стену, чтобы убить Манса-налетчика, но в дело вмешивается Станис, приплывший со своим войском за стену. Пока уцелевшие Старки разбросаны по миру, на севере укрепляет свою власть предатель Руссо Болтон, а его бастартер... Бо, тоже крутой человек. Вы понимаете, вот, вот, первые три сезона скучно, с четвертого начиная уже сериал развивается и становится более интересным, и действия становятся более насыщенными. Проблема в том, что восьмой сезон слит вообще основательно. Просто на все сто процентов слит. И получается, что у нас имеется четыре сезона. Не очень с хорошим третьим, как к концу, с совершением третьего сезона. И просто отвратительный последний сезон. Но, с другой стороны, четыре хороших сезона. Если бы сериал был выдержан вот в таком духе на протяжении всего времени, это был бы шедевр, на мой взгляд. Трамси, за заслуги, признанные официальным наследником, продолжает пытать попавшего к нему в плен Теона Грейджоя. Пытки превращают последнего в сведенную с ума марионетку. Он даже отказывается бежать, когда отчаянную операцию по спасению проворачивает родная сестра. А по другую сторону моря Дейенерис захватывает последнюю столицу работорговли, Мейерин, где мать драконов сталкивается с валом проблем. Отмена рабства приводит к политическому кризису. Про одного из ближайших помощников Джораха Мормонта выясняется, что он был шпионом Роберта Баратауна. А у драконов начинается подростковый период с жертвами среди мирного населения. В Мейерине неспокойно. Сыны Гарпии, бывшие рабовладельцы в подполье, бунтуют против Дейенерис. В Мейерин направляются и Тирион с Варисом, но по дороге карлика похищают Джорах, чтобы преподнести в дар Дейенерис и вернуть ее милость. Вместо того, чтобы казнить Ланнистера, та берет Тириона в советники. Правда, и он не может уберечь ее от заговорщиков. Попав в ловушку, Дейенерис почти гибнет от рук сынов Гарпии. Но ее спасает и уносит до тракийской степи, ранее сбежавший, но оставшийся верным, Дроган. В Королевской гавани Маргарет Тирелл выходит замуж за нового короля Тома Набаратеона, младшего брата, отравленного Джофли. В городе появляется сектор религиозных фанатиков, возглавляемый... Настойчивая девушка, между прочим, очень настойчивая. ...в его воробейшество. Серсея пытается задействовать их в своих целях, но в итоге сама становится их жертвой. Ария же прибывает в Бравос, где попадает в тайну общества убийца... Вот здесь начинается интересная ветка Сарии. Вот она здесь, здесь ее развитие как убийцы пойдет. До этого, видимо, было не очень весело, как я помню. ...вызвестных как Безликие. Движимая местью, а не кодексом организации, девочка похищает лицо из черно-белого дома и убивает личного врага из собственного списка приговоренных к смерти. За это Безликие лишают ее зрения. Мизинец доставляет Сансу Винтерфелл и выдает ее замуж за Рамси Болтона. Тот тут же принимается всячески мучить девушку, успевая чинить проблемы, идущие на родовое гнездо Старков армии Станиса. Красная жрица Мелисандра убеждает того, что только принесение в жертву владыки Света собственной дочери спасет его войско и его миссию. Но этот душераздирающий акт не помогает ни армии, ни Станису. Теон, видя мучения Санса, раскаивается в своем предательстве и решается на совместный побег от Рамси. Избранный новым лордом, командующим Ночного дозора и отказавшийся присоединиться к Станису Джон Сноу, заключает союз с одичалами, чье поселение в самой масштабной битве сезона атакуют мертвецы, пополняющие свои ряды свежеубитыми противниками. Да, вот здесь, видите, здесь неплохо. Здесь и экшон хороший, ну и в принципе, да. И с диалогами его перемешать, и действительно побольше фантастики уже. Джону Сноу удается сразить одного из белых ходоков мечом из валерийской стали и спастись только для того, чтобы погибнуть от рук братьев из дозора. Мелкий бруд. Тоже хороший момент, тоже хороший. Вот понимаете, да? Первые три сезона, я опять же повторюсь, такого не было. Я действительно был шокирован, как ритм сменился, ритм хороших событий, уникальных, интересных. И поэтому сериал все еще все-таки средний. В целом весь сериал, за исключением восьмого сезона, если восьмой сезон убрать, он в среднем, ну такой, такой, хороший, хороший, но это не абсолютно прекрасное произведение искусства. Даже экшеновое искусство. Это довольно-таки скучная работа в целом. Но ближе к концу вот такой разгон. Интересный, хороший. Те обвиняют его в предательстве. Много действий, много различных таких вот событий начинается. Вот здесь уже интересно, здесь хорошо, здесь очень качественно. Мелисандра для разнообразия приносит пользу, воскрешая Джону Сноу. Его ждет теплая встреча с сестрой. Собрав союзников, Сноу идет возвращать Винтерфелл. Не без помощи Санса, которая вовремя призывает на помощь мизинцы с армии Долины Арен, он выигрывает зрелищную битву бастардов. Да, битва бастардов. Норм. Рамси пытается укрыться в замке, но ему не спастись от мести Сансы. Старки возвращаются домой. Ария Старк справляется с жизнью без зрения, поэтому его возвращают. Но она тут же заваливает следующее задание и ее приговаривают к смерти. Однако Ария убивает собственного убийцу, чем завершает свое обучение на Безликого. После чего возвращается в Эстерос, где первым делом мстит Уолдеру Фрейю за гибель брата и матери. Бран Старк тренирует свои способности Варга в логове Трёхглазого Ворона, но его настигают белые ходоки. Ходор трагически погибает, спасая юного Старка и миру Рид. На помощь приходит дядя Брана Бенджен Старк, пропавший из виду еще в первом сезоне. Из многочисленных видений Брана зрители догадываются, что Джон вовсе не бастард Неда, а сын его сестры Лианы и наследного принца Рейгара Таргариана. Таким образом, Джон приходится Дейнери с племянником. Король Томмен заключает союз секты Воробьев, и они освобождают Маргари, которую держали в темнице, как грешницу. Но Серсея не является в септу на свой суд, а вместо этого взрывает всех, кто ее там ждет. Среди прочих погибают его воробейшества и почти все Тиреллы, в том числе Маргари. Не в силах пережить потери любимой жены, Томмен бросается из окна замка. Он реально просто встал и вышел в окно. Нормально. Лишившись всех детей, Серсея сама садится на Железный Трон. Отравившая ее дочь в конце пятого сезона Элария Сент и ее песчаные змейки продолжают мстить за Оберина Мартелла и захватывают власть в Дорни. Вместе с Оленной Тирелл, бабушкой Маргари, они ведут переговоры с Варисом о присоединении к планируемому вторжению Дейнерис. Серсею на троне не хочет видеть никто. Попавшая в пренг датракийца Мать Дракона сжигает непокорных кхалов заживо и встает во главе их племен, чтобы вернуться в Мейерин и окончательно разделаться с рабовладельцами. Ну вот, опять же, арка Матери Драконов Дейнерис довольно-таки тоже скучная в целом. Несмотря на то, что у нее ресурсы гигантские, эти драконы, вообще все-все-все-все что угодно, у нее реально огромные ресурсы интереса могли бы быть в итоге. Но в целом все очень скучно. Да, рабовладельцы какие-то все, и куча все убить пытаются, все ее бедную никто... В конце сезона к ней присоединяются Теон со своей сестрой Ярой. Они бежали с Железных островов после того, как дядя Эурон убил их отца. То есть получается, что у нас есть несколько очень интересных арок. Особенно они в итоге развиваются, и в некоторых сезонах просто раскрываются в нечто прекрасное, в нечто очень интересное. Есть несколько скучных арок. И вообще весь сериал... Ну, первые сезоны в целом очень скучные все. Железнорожденные присягают Дейенерис, и объединенная флотилия наконец отправляется в Эстерос. Вот, и наконец-то у нас появляется надежда, что Дейенерис проявит себя как интересный персонаж в восьмом сезоне. А, седьмой еще. Давайте, да. Дейенерис прибывает в Драконий камень, родовой замок Таргариенов, где встречается с новыми союзниками. И с потенциальными союзниками Джон Сноу получил письмо Сэма Тарли, которому удалось выяснить, что Драконий камень стоит на залежах того самого Драконнего стекла, убивающего белых ходоков. В свою очередь, Серсея заключает союз с Эуроном Грейджоем, который сжигает корабли безупречных и доставляет королеве плененных Элариус одной из ее дочерей. А Джейми Ланнистер успешно завладевает золотым запасом Тиреллов, попутно предложив выпить яду оленьей. Но даже созданные по заказу Серсея орудия против Драконов не способны сдержать ярость Дейенерис. Чтобы убедить Серсею хотя бы на время забыть о вражде с живыми и выступить против Короля Ночи и его армии, Джон с новыми товарищами совершает рискованную вылазку за стену с целью поймать живого мертвеца. В процессе гибнут один из Драконов Дейенерис Визе... Вот, и это хорошо. Вплоть до этого момента драконы были просто убер-оружием, которое уничтожали вообще все. Но потом, правда, их слили. Слили. Слили очень жестко. И вновь возникши из ниоткуда, чтобы спасти очередного премянника дяди Старка в Бенджер. Увы, жертвы напрасны. Серсея недостаточно впечатлена презентацией. Ее заботит только собственная власть, и она окончательно ссорится со своим любовником, братом Джейми, хоть и беременна очередным его ребенком. Ария и Бран Старки наконец-то возвращаются в Винтерфелл, где Ария помогает старшей сестре вывести на чистую воду мизинца. Ну нет, только мизинца. А Бран объединяет свои таланты с познаниями Сэма Тарли и узнает настоящее имя Джона Сноу Эйгон Таргариен. Не знающий об этом законный наследник Железного Трона окончательно влюбляется в родственницу. А Король Ночи появляется верхом на превращенном в ледяного дракона Визерионе, чтобы сокрушить стену и начать свое смертоносное шествие по землям Семи Королевств. Ну, собственно, вы сами все это видели. Действительно, завершающая часть очень интересна. Более интересна, чем первые три сезона. Все хорошо, по-моему, все отлично. Кровавая свадьба все еще самый лучший момент за все время. Он неожиданный, даже с словом того, что серию так назвали. Кровавая свадьба, уже проспойлерили названием. Все равно очень сильно в этом моменте. Но сериал в целом, в целом, учитывая даже восьмой сезон, или не учитывая его в среднем, мог быть лучше. Мог быть значительно лучше, могло бы быть больше действий, меньше, особенно бессмысленных диалогов, главное, меньше бессмысленных диалогов, больше можно осмысленных диалогов. Что-то поглубже хотелось бы, даже от развлекательного сериала. Но, с учетом того, что мы увидели за предыдущий сезон, это был хороший уровень, это был хороший уровень. Конечно удивляет, что людям это нравится С учетом того, что люди обычно не любят скучность Но Игра Престолов хороша Хороша, хороша, хороша Правда, давайте рассмотрим уже восьмой сезон У нас многие поклонники Игры Престолов Все-таки в итоге, даже после просмотра восьмого сезона Они сказали, что восьмой сезон прекрасен, хорош Хорош, могло бы быть и хуже Я знаю много людей, которые не против восьмого сезона Которые, ну да, все завершилось, хорошо, прекрасно Мне понравилось, интересно было Многие говорят, что... Многие даже блогеры выпускали видео Где было, в общем-то, показано, что сериал им понравился И это говорит о многом А говорит как раз о относительности человеческого вкуса Давайте-ка посмотрим дальше Что у нас есть? Последний сезон Последний сезон Первые две серии состоят просто из тупейших диалогов Которые можно себе представить Представьте себе два часа Два часа люди просто разговаривают ни о чем Привет, как дела? Привет, да, прости, что я сбросил тебя там Да, прощаю Прощаю, что ты сбросил меня с башни Все хорошо Это не просто средний, это днище Две очень скучные серии Потом Серсея, которая говорит Хотите шлюху, купите ее Хотите королеву, добейтесь Она, мне кажется, в пабликах вконтакте пересидела В тпшных Это очень-очень-очень сильно Очень сильно, да, тупляет ее как персонажа И вообще как-то смотрится отвратительно Неплохой момент с посвящением Бригены Тарт в Рыцаре Он неплохой Просто неплохой момент Все остальное просто две серии слили Это какой-то фанфик по тому, что было По не вполне хорошему сериалу Третья серия отвратительна Третья серия просто отвратительна Если вы ее видели Это очень затянутый бой На протяжении часа 20 минут Просто какое-то тупое месиво Без какой-либо логики Армия Винтерфелла выстраивается снаружи стен Хотя понятно, что отбивать-то изнутри было бы удобнее Ну, смысл стен, если ты их не используешь для защиты Да дракийцев просто слили Об этом все уже говорилось тысячу раз Как бы вдруг Это очевидные вещи Защитники Винтерфелла не подожгли рвы С самого начала, опять же Это говорит о какой-то тупости сценарной Внутри Винтерфелла не сделали ловушек Ну, собственно, мертвецы тупые Почему с ними ничего не сделали? Теон и другие, кто защищали Брана Старка Отстреливались луками Они выстрелились вокруг и отстреливались луками Всех слабых персонажей спрятали в склепе Несмотря на то, что живые вступили в битву с Некромандом Это тоже смешно Просто вся третья серия Которая должна быть самой эпичной за все сезоны Которая должна прям Ух, ух, ух Она настолько слита по всем показателям И это при том, что Несмотря на все тупые события, которые были Все вот эти военные штуки Вы можете подумать Ну, тут, да, тупая бойня Наверное, интересно час-двадцать Нет, они говорят Они ходят по лестницам Они вздыхают И это все очень долго То есть, да То есть, сохранили все недостатки сериала в целом Добавили еще кучу недостатков Убрали всю логику, которая была раньше А логика была Поэтому сериал был хороший Убрали все адекватные диалоги Из этого сезона И ничего не осталось Вообще ничего То есть, как выжить из сериала Все хорошее Оставить все плохое И добавить еще много плохого Король ночи Самый таинственный и интригующий персонаж сериала Он той самой интригующей злодей Просто слит Вот эта вот улыбочка Смотрите Он просто стоял У него пыль нуля Объем И он такой Хм Хм Что это? Что вообще происходит? Потом Ария Когда она на него набросилась Непонятно откуда У него стража за его спиной стоит Он ее перехватил, правда Она выпустила Выпустила Кинжал в ручку Пам В общем, все убого Вот это вот все Крайне убого Причем Было проговорено заранее Что главная цель Короля ночи Убить Брана А их цель была Убить короля ночи В общем-то Они догадывались Что надо убить Первого короля ночи Любой ценой И для этого Было не сделано Ни-чи-го Вообще ничего Так вот Положительное отношение К ним людей Все-таки К этим сериям Последним Показывает Что вкус человеческий Не зависит Ни от каких Объективных критериев Моды достаточно Чтобы многие Мнили нечто достойным И качественным Впрочем Я не претендую На абсолютно Объективную оценку Я изначально Довольно холодно Относился к сериалу Но сейчас хочу Показать его поклонникам И прочим зрителям Что последние серии Были лишены Подавляющего числа Достоинств Игры престолов А я их не отрицаю Что они у нее были Я просто считаю Что их было недостаточно Чтобы назвать Игру престолов Одним из лучших сериалов В последнее время Были намного Лучшие сериалы Да С лучшими персонажами С более интересно Поставленными действиями Опять же Нужно просто смотреть Breaking Bad Например Прекрасный сериал Или например Twin Peaks Twin Peaks просто интереснее Третий сезон Окончание Он шикарный Может показаться Тоже затянутым Но он настолько Оригинальный Что претензий К этому быть не может Нему больше достоинств Чем недостатка В общем то Из этого я и вывожу Не только из игры престолов Вообще из всех своих исследований Что вкус Это пустое слово Которое практически Ничего обозначает Игра престолов Которая формировала Вкус зрителей В течении многих сезонов В последнем доказала Что вот это вот Формирование Оно не имело Никакого значения То есть да Те люди Которые не изменили Мнение к сериалу И подумали Что восьмой сезон Ну вполне себе Такой годный Вполне годный Они Являются прямым Доказательством того Что никакого вкуса нет Что вкус Это иллюзия Таких людей Я знаю достаточно Чтобы утверждать Что я в принципе Не заблуждаюсь На все сто процентов По этому вопросу Восьмикратно С вами прощаюсь И желаю понимания Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok